Добрый день! Вы искали лечение дисбактериоза кишечника? Отлично! Я врач-фитотерапевт Борис Качко, помогу наладить вашему организму правильное питание, а заодно мы устраним кардиологический и онкологический риск. Вы удивлены? Вы считаете, какая связь между вздутием живота и смертью от инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности, либо онкозаболеванием? Самое непосредственное. Этим занимался еще Мечников. Он определил, банальный дисбактериоз кишечника уносит 30% жизни. Если бы человек умер в 100 лет, он умирает в 70. Умер бы в 90, умирает в 60. Вы считаете, что такая добавка лет в 30 жизни вам помешает? Я видел людей перед смертью. Они ищут, как жить продлить на минуты, на часы, на дни. А вы теряете десятки лет. Легко и просто, с легким вздутием в животе. А среди причин смерти ставят кардиологическое, либо онкологическое заболевание. Это лишь вершина айсберга, фундамент дисбактериоз кишечника. У дисбактериоза есть 4 стадии. Первая стадия. Доклиническая. Ни один анализ ничего не показывает. Все спокойно. Но вы питаетесь хаотично, вы питаетесь не систематично, вы неправильно складываете продукты в питание в блюде, вы питаетесь преимущественно растительной пищей. Все это нарушает систему пищеварения и приводит к тому, что на появившейся вдруг пище развиваются патогенные бактерии, которые съедают эту пищу, награждают вас своими токсинами. И это уже подтачивает ваше здоровье. Хотя клинически все пока спокойно. Вторая стадия дисбактериоза кишечника. Когда все это сопровождается тем, что вы уже знаете, что у вас есть. Эзофагит, гастрит, гастрододонит, эрозивный гастрододонит, язвенная болезнь желудка двенадцатиперстной кишки, энтерит, колит, дискинезия желчного кузыря. То есть любой из этих диагнозов показывает, что система пошла дальше. Это вторая стадия была. Третья стадия дисбактериоза кишечника. Все вышеперечисленное, и вы знаете, что у вас есть хронический панкреатит, хронический гепатит, жировой гепатоз, театогепатит, то есть патология печени, поджелудочной железы. Вот на этой стадии, это уже опасная стадия, очень опасная стадия. Да, но вас она не тревожит особо. А в это время токсины прорываются в кровь. Когда у меня было отделение фитотерапии, я его открыл еще в девяностом году в Киеве, когда мы были вместе с вами в Советском Союзе. Мне грамотный врач-кардиолог каждому второму больному писал на кардиограмме печеночный фактор, печеночный фактор. То есть она расписывалась, что каждый второй мой пациент, который лежал в гастроэнтерологии, лечил вот те самые гастриты, холециститы. У него третья стадия дисбактериоза кишечника, когда токсины прорывались в кровь, и сердце по кардиограмме мы видим нарушение работы сердца, нарушение питания сердечной мышцы, и движение в другую сторону. Это можно было проигнорировать. Но сердце за сутки перекачивает 10-15 тонн крови. Железнодорожная цистерна за четверо суток. За год около 5000 тонн крови. Это гигантская работа. И сердцу для этого нужна классная кровь. Без токсинов, с кучей питательных веществ. А что вы делаете? Как вы питаете свое сердце? Вы бросаете хаотичную пищу в пищеварительную систему. Она кое-как переваривается. Бактерии радуют вас своим урчанием. Великолепно. Тосты, наверное, произносят. Токсины попадают в кровь, если печень их не успевает отсечь. То есть, когда есть какие-то диагнозы, это уже говорит о том, что печень легла. Она уже давно находится под токсическим ударом. И не справляется с этим. И страдает сердце. И вы попадаете уже на острую, либо хроническую сердечную недостаточность. А токсин, находясь в сосуде, он нарушает его механическую прочность. И вы попадаете под инфаркт-инсульт. На этом же этапе ваша иммунная система не получит всего того, что ей нужно для работы, для того, чтобы бороться с бактериями, с вирусами, с онкоклетками, со старыми клетками. Потому что она не справляется с токсинами. Токсины прошли за печень. Здесь сидит две трети иммунных клеток. Они попали в кровь, все. Ваша иммунная система лежит. И дальше только фактор времени. Когда в вашем организме разовьется онкологическое заболевание. Или когда вы начнете преждевременно стареть. Четвертая стадия дисбактериоза кишечника. Это когда патогенная микрофлора появляется на других слизистых. То есть вы знаете о хронических заболеваниях органов дыхания, от которых вы не можете избавиться. Какой-то воспалительный процесс. Вы знаете о патологии кожи. Какие-то высыпания, какие-то сыпи, какие-то покраснения. Вы знаете о проблемах мочеполовой системы. Когда там какая-то инфекция живет, вы не можете с ней справиться. Вы с ней никогда не справитесь полноценно, пока не укротите дисбактериоз кишечника. Потому что четвертая стадия дисбактериоза кишечника не лечится, пока вы не усмирите очаг инфекции из кишечника. Если вам хочется находиться в состоянии вот этих болезней, которые я уже перечислил, пожалуйста, это ваш выбор. Если вам хочется терять десятки лет своей жизни, я не могу вам в этом помочь. Но если вы хотите грамотно лечить дисбактериоз кишечника, обращайтесь. Лечение по методу доктора Скачко вам поможет. Оно проверено. Я понимаю суть проблемы и понимаю, как из нее выйти. А только от вас зависит, примете вы это предложение или нет. Продолжение следует...